Мария Бутина, Екатерина Затули-Ветер и Анна Чапман. Всех этих россиянок объединяет общее ремесло. Секс-шпионаж. Вообще для меня очень идеология важна. Сегодня этим грязным методом активно пользуются спящие агентки РФ на Западе. Ты просто любишь то, что делаешь. Давайте откроем матрешку и разберем самые громкие секс-скандалы, организованные ФСБ. Журналисты выяснили, что Чапман якобы собиралась соблазнить кого-то из приближенных к президенту Бараку Обамину. А также узнаем, как работают медовые ловушки кремлевских спецслужб. Уверяю вас, это опасные игрушки. И каким образом девушки с пониженной социальной ответственностью открыли Путину путь в большую политику. Безусловно, и они у них самые лучшие в мире, безусловно. Кремль десятилетиями использует секс как инструмент политической борьбы и влияния. У нас совсем другие подходы. Были, есть. Российские спецслужбы отправляют сотни шпионок привлекательной внешности на Запад расставлять медовые ловушки и добывать секретную информацию. Так это делаем и будем это делать дальше. Как правило, это происходит так. Разведчица соблазняет влиятельного человека, выведывает у него секреты государственного масштаба и передает их спецслужбам, на которые работает. А те, в свою очередь, используют эти данные для шантажа, вербовки или дискредитации конкретной персоны. Все как в шпионских фильмах. В свое время полежала за родину, точнее, уложила в постель нескольких влиятельных американцев российская шпионка Мария Бутина. На самом деле мы работаем по методике спецслужб. Она отсидела полтора года в американской тюрьме за свою шпионскую деятельность. Ей вменяют вину преступный сговор и работу в США в качестве агента иностранного правительства. Конечно же, Мария отрицает свою вину. В новостях же, они же там вот эти гадкие статьи про меня писали долгое время, там, в этих всяких там новостях все. Ну, я над этим просто как-то посмеивалась, потому что мне уже знают, что это абсурдно. Но факты говорят сами за себя. Бутина приехала в США по студенческой визе, однако студенткой она только притворялась. На самом же деле агентка Кремля налаживала связи с американскими политиками, чтобы подобраться до самого Дональда Трампа, который как раз готовился к президентским выборам. Ведь этот кандидат не скрывал, что планирует улучшить отношения Америки и России. Какова будет ваша внешняя политика, особенно в отношении моей страны, если вы станете президентом? Я знаю Путина, и вот что я вам скажу. Мы с ним поладим. Бутина быстро проникла в закрытую среду американского истеблишмента, как активистка, которая выступала за легализацию оружия. Очень, кстати, популярная тема в США. В частности, среди республиканцев. Она достаточно открыто занималась своей деятельностью, выступала на разных мероприятиях, охмуряла различных представителей власти. Агентка Кремля убеждала американских политиков дружить с Россией, собирала ценную информацию и передавала ее в российский МИД. Шпионаж предполагает сбор секретных сведений и передача их спецслужбам либо другому государству. Бутина предлагала влиятельным американцам секс в обмен на связи и протекцию и, вероятно, вербовала новых агентов через постель. Мария была спящим шпионом в двух смыслах. Максимально долго пребывала в спящем режиме и по ночам спала с нужными людьми. Сначала в медовую ловушку Бутиной угодил 52-летний американец Пол Эриксон, юрист и консультант республиканской партии. Он делал кремлевской шпионке американскую визу, поселил ее в своей квартире, оплачивал учебу и знакомил с республиканцами. Именно Эриксон и помог девушке организовать встречу с пожилым американским бизнесменом Патриком Бирном, который стал очередной жертвой агентки. Маша, прошу прощения, а два мужчина не знали о существовании друг друга? Да, конечно. Вы не подумайте, Бутина не такая уж и влюбчивая. Просто ей удобно жилось на содержании сразу двух иностранцев. К тому же она старалась не только для себя, но и для своей страны. Это все-таки были романтические отношения, или вы здесь все-таки руководствовались интересами Родины? Это был неразрывно связанный вопрос. Правда, когда российскую шпионку арестовала ФБР накануне встречи Трампа и Путина в Хельсинки, Родина за Путину не вступилась. И рыжеволосая соблазнительница угодила за решетку. А вернувшись домой, преступница стала чуть ли не народной героиней. Теперь великомученица Мария рассказывает басни об ужасах содержания в американских исправительных учреждениях. Знаете, вот это из цикла фильм ужасов абсолютный. И несправедливости американского правосудия. Суша тоталитарное государство, ну. А вот о своих грязных делишках и работе на спецслужбы Кремля она не вспоминает. Да и зачем? У Бутина теперь новые задания от власти. Промывать мозги российским телезрителям лживой пропагандой и поддерживать преступную политику бункерного деда, который развязал войну в Украине. Я последовательно поддерживаю Владимира Владимировича Путина, нашего президента. Путина далеко не единственная агентка Кремля, которая расставляла на Западе медовые ловушки. В 2010-м полиция Лондона задержала 25-летнюю россиянку Екатерину Затулеветер. Она работала помощницей Майкла Хэнкока, 64-летнего депутата парламента и члена Комитета безопасности Великобритании. Я к этому комитету обороны не имела никакого отношения. А что вы делали? Я готовила различные справки о том, что происходит сейчас в мире. Если готовила ему речи, писала ему речи, доклады. Ну и, конечно же, спала со своим боссом. Екатерину обвинили в шпионаже и заподозрили, что она использовала сексуальные связи с чиновником для сбора и передачи секретной информации в Москву. Но девушка, естественно, отрицает сотрудничество с российскими спецслужбами. Они вот придумали, что я шпионка, а потом пытались на это нанизать какие-то доказательства. Если бы я была шпионкой, никто бы мне не разрешил в открытом суде сражаться с МИ-5. Меня бы оттуда вытащили. И мы знаем, был до меня буквально за полгода другой суд в Америке, откуда людей просто вытащили. Вероятно, спящая агентка имеет в виду скандал, связанный с российской шпионкой Анной Чапман. Обычная девушка. Я родилась в Волгограде 23 февраля на Мамаеве-Кургане. Вот можете себе представить? Ровно 23 февраля в Сталинграде на Мамаеве-Кургане кто мог родиться? Только настоящий патриот. Эта патриотка России стала одной из самых известных фигуранта кооперации американских спецслужб под названием Ghost Stories. Я до какого-то времени была абсолютно бесстрашной. Девушка вместе с целой группой агентов пыталась ассимилироваться в США и выведать полезную для Кремля информацию. Например, об американском ядерном оружии, руководстве ЦРУ, политических партиях и сплетнях в Белом доме. По данным заместителя директора ФБР Фрэнка Фильюци, российская шпионка, еще будучи российским резидентом в США, цитирую, подбиралась все ближе и ближе и все более и более высоким чиновникам. Для этого Чапман поселилась в престижном квартале Нью-Йорка. И под легендой успешной бизнес-вумен посещала гламурные вечеринки, где знакомилась с нужными людьми. За вот, наверное, последние 20 лет я поняла, что вообще в работе самое интересное – это встречать людей. Каких-то вот особенных, интересных людей, которые чего-то достигли в жизни. Российская разведчица старалась проникнуть как можно глубже в политическую среду США. Мне нравится глубина. И похитить государственные секреты, соблазнив потенциальных информаторов. Однако, несмотря на наработанные связи, спящая агентка провалила свое шпионское задание. Ну, честно говоря, правительство немножко просчиталось. На этих кадрах встреча Анны с агентом ФБР, который представился ей российским консульским офицером Романом. Во время этого рандеву Чапман угодила в ловушку Федерального бюро расследований, потому как допустила ряд ошибок. Она не производит на меня впечатления вундеркинда. Во-первых, Анна согласилась передать фальшивые документы человеку, фото которого ей показал Роман. Во-вторых, запаниковала и позвонила отцу, бывшему офицеру КГБ. А в-третьих, выбросила телефон в мусорник после разговора. В итоге, на следующий день Чапмана арестовали, а потом депортировали. Вместе с остальными агентами Кремля, которых рассекретили, в том числе и из-за неосторожности Анны. Мы применили стандартные методы наблюдения. У нас все было зафиксировано на видео. Фальшивые документы, посылки, передатчики. Сомнений в том, что все они шпионы, не было. В медовую ловушку Кремля в 2009 угодил заместитель британского консула в Екатеринбурге Джеймс Хадсон. Его со скандалом уволили после того, как в сети появился профессионально снятый видеоролик об утехах дипломата с двумя проститутками. В этом случае наемницы российских спецслужб использовали интим для получения клубничного компромата. Мы здесь совершенно ни при чем. Подобные методы дискредитации политиков применяются и во внутренней политике РФ. Мало кто знает, но именно проститутки, которые были на службе у ФСБ, помогли Путину занять президентское кресло. Полный чушь и бред собачий. В 1998-м Ельцин подписал указ о назначении Бледной Моли директором ФСБ. Эту должность он получил по протекции Анатолия Чубайса. В обязанности Путина входила защита интересов российских олигархов, с которыми на тот момент вел активную борьбу генеральный прокурор России Юрий Скуратов. Ряд членов правительства, да и сам Чубайс, стали подозреваемыми в деле по фактам коррупции. А сам Скуратов хотел стать президентом на этой антикоррупционной волне. Поэтому Кремль поставил деликатную задачу перед новым главой ФСБ – решить проблему со Скуратовым. И Путин ее решил при помощи медовой ловушки. В 1999-м в эфире федерального телевидения появилось видео, снятое на скрытую камеру, где Скуратов развлекается с двумя девушками, которые выполняют все его сексуальные прихоти. Я долго терзался, показывают ли пленку Скуратову с проститутками вам. Минус в том, что изображенное на пленке непотребно. Собственно, проблему я бы обрисовал так. Может ли генеральный прокурор страны получать подарки в виде услуг проституток? Он уже до живой? Да. А я что? Да, на его. Ну, блин. Самый непохорящий. В отношении прокурора возбудили уголовное дело, которое вел лично Путин. Глава ФСБ убедил своих кремлевских друзей в том, что именно он должен стать преемником Ельцина. Ведь ему удалось так ловко разобраться с влиятельным чиновником. Ой, какой я молодец, какой я хороший. Придя к власти, кремлевский карлик не бросил свои грязные делишки. Напротив, убедившись, насколько сильным оружием может быть секс, Он поставил проституток на службу в ФСБ и начал активно использовать девушек с пониженной социальной ответственностью, как приманки, которые затаскивают в медовые ловушки не только иностранцев, но и российских оппозиционных лидеров, неугодных власти журналистов и чиновников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok